Семнадцатая глава из книги Деяния апостолов Прошедши через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из еленов, чтущих Бога великое множество, так и из знатных женщин немало. Но неуверовавшие иудеи, возревновавши и взявши с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмущали город, и, приступивши к дому Иосона, домогались вывести их к народу. Не нашедши же их повлекли Иосона и некоторых братьев городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришли и сюда, а Иосон принял их, и все они поступают против повелений Кесаря, почитая другого царем Иисуса. И встревожили народ и городских начальников, слушавших это. Но сии, получившие удостоверение от Иосона и прочих, отпустили их. Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию, куда они, прибывши, вошли в синагогу иудейскую. Здешние были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так, и многие из них уверовали, и из еленских почетных женщин, и из мужчин немало. Но когда фессалоникские иудеи узнали, что и в Верии проповедано Павлом слово Божие, то пришли и туда, возбуждая и возмущая народ. Тогда братья тот час отпустили Павла, как будто идущего к морю, а Сила и Тимофей остались там. Сопровождавшие Павла проводили его до Афин, и, получив приказание к Силе и Тимофею, чтобы они скорее пришли к нему, отправились. В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города полного идолов. И так он рассуждал в синагоге с иудеями и с чтущими Бога, и ежедневно на площади со встречающимися. Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним, а одни говорили, что хочет сказать этот суе слов, а другие, кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им и Иисуса, и воскресенье. И, взявши его, привели в Аэропаг и говорили, «Можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою? Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши, посему хотим знать, что это такое? Афиняне же, и живущие у них иностранцы, ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое». И, став Павел среди Аэропага, сказал, «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано неведомому Богу. Всего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам давая всему жизнь и дыхание, и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, чтобы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем, как некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род. Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Услышавши о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время. Итак, Павел вышел из среды их. Некоторые же мужи, пришедшие к нему, уверовали, между ними был Дионисий, Ореопагит, и женщина именем Дамарь, и другие с ними. Субтитры создавал DimaTorzok